ребята как дела добро пожаловать на канал и сегодня 2 октября происходит интересные события с ценой биткоина как вы наверное сами уже заметили мы наблюдаем некоторую волатильность а цена опустилась вниз до уровня отметки ключевой зоны но вчера мы уже наблюдали пробитие даун тренда являющимся уровнем сопротивления да и вообще настрой по рынку был довольно забавным вчера были настроены супер побычи сегодня все опять превратились медведей но вообще это ничего нового мы по-прежнему находимся на уровне цены в которой мы были в марте этого года никаких серьезных изменений у нас произошли структурные изменения не сильно и появились огромное количество возможностей которые могут произойти но главное что рынок не нашел направления не сформировался тренд а мы движемся в боковике что означает гораздо большую сложность в определении следующего движения в направленном рынке гораздо проще определить следующий шаг а сейчас это сделать немного сложнее мы все еще в серой зоне а еще сегодня закрылся крипто watch теперь больше нельзя использовать крипто watch что является очень грустным событием ведь я работал с ними многие годы и это грустно но лучшая часть разработчиков крипто watch переходит в кракен про и теперь они наш новый спонсор так что регистрируйтесь в кракен про если еще не а я его использую прямо сейчас у себя на экране теперь если мы с вами посмотрим на дневной график биткоина то увидим пробой этого сопротивления биткоин образовал свой первый восходящий вверх за довольно большое время достигнув наивысшей цены с августа мы преодолели зону сопротивления теперь откатились обратно на ретест зоны сопротивления бэкам конечно хочется видеть цену выше 27 тысяч 200 долларов это то что мы хотим увидеть в следующем ралли и если у нас не получится удержать 27 тысяч 200 все это может превратиться в ложный пробой поэтому сейчас происходит реальный тест на момент подготовки этого видео и причиной того что мы последнее время наблюдаем множество движений в направлении низа является snp 500 он также падал что вызвало значительную медвежью спекуляцию это совершенно не стало сюрпризом когда мы находились вот здесь в августе наверху то пока все супер боковали по фонде я выпустил видео где был довольно скептическим и пока все радовались я был настроен довольно печально потому что мы были так близки к предыдущему верху что по сути откатили весь предыдущий медвежий забег поэтому была вероятность что мы откатимся вниз на 24000 так что я по-быстрому включу короткий клип о том что мы говорили в начале августа возможно биткоины s&p 500 отрабатывает какое-то подобие даун тренда среднесрочного с боковиком и считаю что к 24 году все снова разбакуется пока это лишь средний срок в котором я не очень уверен помню как все настроились супер побычи по фонде вот здесь помните все заходили и говорили о основа вернулся бычий рынок и я выпускаю это видео со своим предыдущим прогнозом где сказал знаете я на это все смотрю очень скептично все очень побычи настроились а затем на следующую неделю мы видели как rsa пробивает аптренд всегда хорошо смотреть на толпу через скептические очки и когда все кричат что все вернулось лучше быть осторожным ведь начинают появляться сигналы о том что мы возможно пойдем вниз и биткоин и фондовые рынки но я думаю что мы все-таки упремся в поддержку вот на этих более низких уровнях 382 около 4 200 а для биткоина уровень поддержки сформируется где-то в районе две триста простите двадцати трех тысяч восемьста перед тем как мы упремся в поддержку вот такой видос и у нас образовался отскок от 4240 прямо от нашей целевой зоны поэтому в настоящий момент вероятно что мы также увидим как бы отскок для снб после возвращения в зону интереса то есть предыдущий зоны прорыва вот здесь так что сейчас мы увидели поддержку прямо над этой зоной так что я бы сказал отскок от нее вероятен это может повлечь некоторые спекулятивные настрои последующих неделях ведь у биткоина и фондового рынка есть корреляция и мы это использовали так много раз на этом канале чтобы определить цену биткоина и это работало очень много раз и сейчас у нас есть прорыв для биткоина с надвигающимся потенциальным отскоком и для s&p 500 в ближайшей неделе но что это значит что ж повторюсь настоящий момент рынок не имеет направленности сейчас нет особо никакого тренда на самом деле вообще его нет мы в боковике и сломали наш тренд какое-то время было довольно просто предугадать движение цены вверх после очередного отката а сейчас мы этот тренд сломали и это сильно мешает настрою что также может вызвать отсутствие импульса и отсутствие интереса поэтому вот что возможно сейчас для биткоина если мы здесь увидим отскок в цене биткоина и мы вернемся на этот уровень в 30 тысяч уровень интереса для рынка и упрямся в сопротивление формируя нисходящий верх то этот паттерн о котором я думаю что вы знаете этот паттерн будет значить сокращение импульса известного как голова и плечи у нас есть верх немного больше вверх немного меньше вверх что является сигналом сокращения импульса и в настоящий момент эта возможность и она образуется если у нас появится более медвежья спекулятивность с фондового рынка если мы снова опустимся после потенциального многонедельного приближающегося отскока то в дальнейшем возможно увидим что-то формирующиеся биткоина среди этих линий но при этом знаете я немного смущаюсь говорить о себе как настроенном по супер медвежье я не смотрю на биткоин по медвежье так как мы приближаемся к халвингу мы приближаемся к концу года и халвингу в следующем году а конец года обычно является самым поворотным для рынков большинство рынков образуют наибольшие сдвиги своих структур и настроений по мере приближения конца года или нового года если биткоин сможет удержать эти уровни давайте скажем мы сюда пришли и достигли нового дна по мере приближения нового 2024 допустим мы все еще идем в боковике то я бы предположил что мы вероятно пойдем вверх вот с этого момента нам просто необходимо пройти в большей степени консолидацию перед пинком вверх в 2024 и появление больших бычьих настроев я определенно склоняюсь в сторону медведей к новому году но также мы можем видеть продолжение этого безобразия этого невнятного движения цены вверх и вниз и пока у нас не появляются еще большие низы приближаясь к новому году по рынку я продолжаю боковать но прямо сейчас очень возможно нечто похожее на это как мы говорили с вами о гип это возможно если рынок продолжит толкать медвежьи настроя но если фондовый рынок продолжат оставаться стабильным где-то вот в этих линиях то памп к новому году для меня как участника рынка является наиболее вероятным а я в рынке участвовал много много лет очень многие циклы так что сдвиг концу года это реальная тема и этого я и жду движемся дальше и теперь давайте посмотрим на этот график о цены биткоина если мы с вами посмотрим сюда и взглянем на нашу поддержку прямо вот здесь которая была предыдущей поддержкой в 2021 то отпадают вопросы того почему мы видели эти две вершины в этом году так близко друг к другу да потому что у нас был крупный уровень поддержки это мощный огромнейший уровень и это для нас станет самым важным изменением в структуры по мере движения биткоина вперед следующим большим шагом станет преодоление вот этой зоны 2021 крупнейшкой поддержкой и преодоление ее и подтверждение как новый уровень поддержки и как только это будет сделано тогда настанет время по-настоящему смотреть на рынок побычьи а пока мы все еще в серой зоне этого диапазона боковика но как только она станет для нас новой поддержкой рынок тогда станет снова очень и экстремально уверенным и вот тогда я буду ожидать формирование тренда в направлении новых исторических максимумов ведь как только мы преодолеем этот диапазон то начнется реальная игра ребята начнется игра все до этого будет лишь зоны накопления до того как мы ее преодолеем и это мои текущие ожидания надеюсь вам тоже зашло поэтому обязательно подпишитесь на канал кликните лайк и до встречи в следующем выпуске мы 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 Продолжение следует...